Всем привет! Сегодня Subaru Forester в кузове SH 2008 года, пробег более 240 тысяч и проблемы со задней ступицей. Появился гул, сейчас мы попробуем показать, насколько его слышно. Если прислушаться за шумом колодок, видно, что есть гул. Но сама по себе ступица не вышла из строя. Изначально причиной послужило устройство задней подвески, шаровая опора в верхнем рычаге. Такой значительный люфт, его и слышно, и видно. Поэтому сегодня ступицу поменять несложно. Вот с задним рычагом оригинальная стоит дорого, поэтому будем восстанавливать шаровую опору заднего рычага и после этого уже менять заднюю ступицу. Сняли ступицу с Forester и теперь отчетливо слышно похрустывание и шум. Сняли рычаг с Forester и собственно через вот эту центровку, чтобы у нас шар не ушел никуда в сторону, глубоко не сел, установили и под давлением закачиваем торопластовую втулку новую. После чего будем ставить уже восстановленный рычаг обратно на автомобиль. Рычаг готов, шаровая установлена и установлена на автомобиль. Остается сделать сход-развал и отдать автомобиль. Закончили мы восстановление шаровой на Subaru и на что хотелось бы обратить внимание. Вот два пальца разные от шаровых опор. Новый палец шаровой опоры. В нем собственно говоря вот эта втулочка, которую мы восстанавливаем, работает. Естественно если такая втулка на шаровой опоре, на пальце шаровой будет вот такой коррозии, то конечно же в результате работы пальца достаточно быстро она износится. И шаровая опора естественно выйдет из строя. Поэтому самое главное следить за пыльником шаровой опоры, чтобы он был цел, не потрескавшийся, не слетал, чтобы в нем была смазка. Чтобы не происходило вот таких процессов самим пальцем. Ну и собственно тогда шаровая опора прослужит достаточно долго. Поэтому обращайте внимание на обслуживание, на ремонте, на состояние пыльников шаровой опоры. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями.